Армянский Новый Год Армянский Новый Год Армянский Новый Год Армянский народ которые каждый армянин должен произвести на благо своей страны и родины. Начиная Новый год с изменения мировоззрения ради более ясного будущего. Мы должны думать о строительстве родины, потому что теряя родину, мы теряем часть себя. А сохранение традиций предполагает сохранение идентичности, что помогает нам строить более ясное будущее. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю годовщины массовых погромов против армянского населения в Шуше. 101 год назад в этот день власти Азербайджанской Республики в сотрудничестве с турецкой регулярной армией и многочисленными вооруженными бандами организовали резню армянского населения Шуше, практически полностью разрушив историческую столицу Арцаха. Геноцид в Шуше стал первым проявлением агрессивной политики искусственно созданного государства под названием Азербайджан. В результате этого ужасного преступления тысячи армян были убиты, десятки тысяч были вынуждены покинуть город, армянское культурное наследие было уничтожено, имущество людей разграблено, а святыни освернены. Это трагическое событие стало толчком для политики, которую Азербайджан рассчитал на десятилетия вперед. Тот факт, что политика геноцида Бакуи и Анкары не получила адекватной оценки со стороны международного сообщества, а виновные остались безнаказанными, привел к тому, что Азербайджан при поддержке Турции в 2020 году привлек международных террористов и 27 сентября развязал новую агрессию против Арцаха, намереваясь захватить армянский город-крепость Шуши. Армяне Арцаха никогда не смирятся с потерей Шуши. Шуши был, есть и останется неотъемлемой частью Арцаха. Будут приложены все усилия для деоккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления исторической справедливости. В сопровождении российских миротворцев более ста паломников посетили храмы Дады Иванг и Амарас. Как сообщает Армен Пресс, данные получены от Министерства обороны Российской Федерации. Группа армянских паломников в сопровождении российского миротворческого контингента посетила монастырь Дады Иванг. Российские миротворцы также обеспечили безопасность армянских паломников во время посещения христианского храма Амарас, который находится в Арцахе, рядом с демаркационной линией между двумя сторонами, сказали в Министерстве обороны. 21 марта российская авиация нанесла удар по позициям паратурецких боевиков, действующих в северной сирийской провинции Идлиб. По данным Реутерс, основной целью российских самолетов был район Папель-Хава, около границы. По данным Сирийской национальной армии, спонсируемой Турцией, в воскресенье вечером российская сторона также обстреляла баллистическими ракетами районы вблизи лагеря беженцев в непосредственной близости от приграничного города Ках. Представители организации «Белые каски», проводящей спасательные операции на севере Сирии, утверждают, что ВВС России также бомбардировали газовые склады недалеко от города Сармада. Большое количество перелетных птиц обитает в вулканическом озере Хайдарлар в Киликии, Западной Армении. У подножия гора Аманоз в горах Таурус в Киликии среди скал находится озеро Хайдарлар, где наблюдались и регистрировались 20 различных видов птиц. Вулканическое озеро создает привлекательную среду обитания для перелетных птиц, так как весной его поверхность покрыта водяными ромашками, а окружающая растительность состоит из тростника и деревьев. Поскольку в ближайшие месяцы количество перелетных птиц в озере возрастет, муниципалитет Хасса иногда добавляет воды, чтобы озеро не высохло. Это место действительно является одной из достопримечательностей Западной Армении, его стоит посетить хотя бы раз. Книга «Багаран Шушаванг» посвящена одному из уникальных памятников раннесредневековой армянской архитектуры Церкви Святого Багарана. Шушанской шестикнижной церкви, а также историк архитектурной научной экспертизы монастырского комплекса Шушаванг. Как сообщает Армен Пресс, книга является научным трудом, изданным по инициативе Московского культурного делового центра «Дом Москвы в Ереване» с благословения католикосов всех армян Горегина II. Монастырь расположен на левом берегу реки Ахурян, на вершине скалистого холма. Оттуда открывается прекрасный вид на исторический Багаран. Шушаванг сегодня расположен на границе двух стран – Армении и Турции. Ей регулярно наносит ущерб не только стихийные бедствия, но и действия человека. По словам местных жителей, монастырь неоднократно подвергался обстрелу с турецкой стороны. Государственные танцевальные ансамбли Армении и Арцаха выступят с совместной концертной программой «Зартонг» в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендериана, пытаясь передать позитивные эмоции поклонникам армянского народного танца. Концертная программа начнется с танца «Зартонг» – музыка Хачатура Витисяна в постановке Гаги Кокарапетяна. Руководитель ансамбля Эрик Чанчурян уверен, что концерт понравится людям и даст им возможность расслабиться. Далее для вас Акунг Вагнит Занунд. Полная версия видео доступна на официальном сайте Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова